здравствуйте друзья мы разбираем достаточно типичный вопрос на интервью который тут вот нас просит осветить это какие у вас цели по жизни профессиональный метод краткосрочные долгосрочные и там еще заковыкает и что вы делаете это усложняет вопрос для достижения своих целей надо сказать что есть люди которые ничего не делают это правда вот но я думаю что если вы находитесь такой ситуации что вот вы работу ищите там тем более через океан и так далее то как бы у вас есть так сказать иголка там в одном месте и как бы достаточно заводные ребята чтобы этим заниматься всем поэтому если вы посмотрите ничего не выдумывая на самом деле если вы посмотрите на себя на свою прошлую таскать жизнь и что вы там делали вы увидите что у вас всегда были какие-то цели сначала у вас была цель там скажем хорошо закончить там я не знаю университет потом у вас параллельно может быть с этим была цель поработать на реальных проектах и вы где-то подрабатывали еще будучи студентом потом у вас была цель изучить там какую-то область я не знаю там как языки программирования и так какие-то специфические технологии специфические вот вас была такая цель краткосрочная в долгосрочном плане мы недавно обсуждали нас там пару видео назад когда мы говорим про то чтобы быть сам в духу мэйк за дифференс да то есть быть ключевым человеком специалистом в том чем вы занимаетесь уровне меняются сначала ты там допустим программист потом ты какой-то архитектор потом ты портит менеджер чего-то или там тогда но на каком бы уровне ты не не выполнял свою работу ты на этом уровне человек от которого все зависит что-то зависит если от которых ничего не зависит что они были что они не быть а вы хотите быть вот кем-то кто много отдает вы хотите быть каким контрибьютор вот и потому что вы верите в то что чем больше ты отдаешь во что-то тем больше тебе вернется то есть ты получаешь себе не за счет того что получаешь себе защита что отдаешь и тогда на тебя больше идет Вот такая примерно концепция, поэтому это в долгосрочном плане, я не вижу вашего резюме, и я не знаю, как адаптировать эту историю под конкретного человека, но я часто вижу, люди говорят должность, вот кем ты хочешь быть через 5 лет, менеджером хочу быть, а чем менеджером, ну вот где написано, где, в Коране написано, в Библии написано, ну кто сказал, что менеджер чем-то лучше, чем, допустим, хороший программист, и не менеджер, поэтому я бы не в должности это все выражал, значит, если вы подумаете на эту тему, действительно, вот что дает человеку стабильность в жизни, что дает человеку какие-то социальные такие вещи, как там уважение, например, то, что он хороший специалист, то, что он может сделать вклад такой, который большинство других людей сделать не могут, поэтому легкая дорога никуда не ведет, по легкой дороге многие пройдут, а вот тяжелая, если ты можешь пройти по тяжелой, пройди, там же конкуренции нет, поэтому, какие у тебя долгосрочные планы? Быть очень серьезным, крутым специалистом вот в той области, в которой я работаю, а что ты делаешь для этого? А я для этого изучаю постоянно дополнительную литературу, помимо работы, значит, во-первых, я выбираю такую работу, которую, я считаю, ведет к этим целям, и тут, кстати, нельзя промахнуться, потому что, если вы идете на какую-то работу, и эта работа вот вам дает в вашем развитии, ну, там понятно, что, это должно быть в контексте вашего долгосрочного развития, потому что, если эта работа не дает вам ничего в долгосрочном вашем развитии, они вас просто не возьмут, потому что понятно, что им вам нечего дать, то есть тут надо синхронизировать, поэтому, говорит, я иду вот туда, то, что у вас происходит, значит, мне в масть, мне это помогает, И тогда у вас, как бы, такое хорошее совпадение У них есть то, что вам надо, соответственно, у вас есть то, что им надо Потому что вы будете работать больше, лучше, с большим задором, отдачей и так далее И вот, бах, и совпало Вот, собственно, и все Обязательно привязываться к местности То есть, вот, к тому, что компания делает Ну, не то, что обязательно, но лучше Вы точнее попадете, если вот свою долгосрочную вот эту вот позицию выстроите Вы ходите на конференции, вы участвуете в форумах Вы на самом деле все это делаете Я не хочу за вас выдумывать, но вы просто посмотрите на себя, что вы делаете Вы постоянно обсуждаете что-то там на митингах Вы ищете информацию Вы знаете, где ее взять Расскажите, где вы обычно берете Вот вопрос возник, куда вы пошли Вот, и так далее Не надо ничего такого выдумывать Чем вы не пользуетесь, чем вы не являетесь Не надо косить ни под кого Будьте сами собой Просто заранее продумайте, что ответить Вот в том ключе, в котором я сказал Я понимаю, вы можете мне сказать, что я вам не дал конкретный ответ Но я конкретный ответ не могу дать Я не знаю вас, я не знаю позицию, на которую вы идете Я не вижу этого резюме Я лица вашего не вижу Потому что ваше лицо тоже важно Вот один человек вот с этим лицом, он скажет, ему поверят А вот с тем лицом скажет, ему не поверят Понимаете, поэтому я не могу быть предельно конкретен Я конкретен до того уровня, на котором я реально могу что-то разумное сказать Все, ребят, счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому